Приветствую вас! Знаете, я думаю, что описываемое вами состояние является, ну, либо достаточно серьезным для того, чтобы серьезно заботиться, либо вы, может быть, чересчур, чрезмерно как-то ситуацию утрируете, ну, гиперболизируете ее, в общем. Вот, потому что, ну, слишком у вас все так в негативном ключе описано. Вот. И дело даже не в том, что такого быть не может, а? На мой взгляд, вполне может. А дело в том, что, ну, видите, достаточно серьезную проблему, да, вы описали, ну, совсем коротко. Вот. То есть, как вы пришли к такому своему состоянию? В результате чего такое ваше состояние стало возможным? По причине чего вы не принимаете, не принимаете себя, обесцениваете себя, боитесь всего и так далее, откуда, как это все формировалось? Понимаете, вот, эти вещи, да, их нужно исследовать, эти вещи нужно выявлять. И начинать нужно, конечно же, с корректирования вашего отношения к себе, с принятием, с принятием себя и с личностного роста. Потому что обращаете вы внимание, ну, на мой взгляд, на такие вещи и оперируете такими терминами, которые свидетельствуют о том, что вы, ну, обладаете такими, как бы вам, так выразиться, обладаете такими ориентирами, да, именно вот ориентирами, которые, ну, никуда не ведут. То есть, все-таки, все-таки должно быть что-то, на мой взгляд, что-то больше, что-то более такое важное, более широкое. То есть, как, например, история о том, чем вы хотите заниматься, да, с кем вы хотите быть, что для вас важно, какие ценности для вас важны. Ну, вот, вот эта история, она требует своего взгляда, эта история требует своего, значит, ну, своего корректирования. А пока эта история чисто, по-моему, как вы, ну, как вам, как вам, собственно говоря, плохо, да, и как вы хотите, чтобы там все было по-другому. Но ничего для этого не делаете, потому что считаете, что вы ни на что не способны. Понимаете? То есть, в этом смысле ваше сознание, оно изобилует огромным количеством мистических представлений, которые не дают вам реально адекватно воспринимать мир, который, к сожалению или к счастью, ну, наверное, все-таки, к счастью, гораздо шире, больше того, что вы о нем думаете. А вы пишете, вы пишете, значит, ну, как бы задаете вопрос, да, значит, что мне делать? Вот. 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 Что делать, чтобы что? То есть, вот, какой у вас запрос к психологу? Вам нужно принять себя, то есть, работа по принятию себя и по изменению представлений о себе. И, собственно, тогда появится желание. А пока вы, вот, себя не принимаете, да, что, ну, на мой взгляд, пока вы себя не принимаете, то, в принципе, ничего быть вообще не может. Вот. То есть, вы по тому и не хотите, и не хотите ничего, да, именно, вот, по этой причине вы не хотите ничего. Потому что, ну, а как можно, как можно чего-то хотеть, если вы, по вашему мнению, да, себя не любите, ненавидите даже и так далее. Ненавидите вы себя потому, что вы считаете, что должны быть другой. А вот какой другой, да, и относится ли, собственно, к вам это всё? Ну, вот, относится ли к вам, реально ли это вы? Какой вот, ну, какой вот вы, по вашему, по вашему мнению, должны быть? Вот. Понимаете? То есть это вот, эээ, то, над чем вам, эээ, нужно работать. Это то, эээ, на что вам нужно, эээ, обратить эээ, самое, самое, самое пристальное внимание, внимание. Ну, на мой взгляд, вот, сейчас вы свои желания все подавили тем, что себя так обесценили, вот, ну, это корректируется более чем, и, соответственно, с этим уже можно будет что-то сделать, но только, только еще раз, только после того, как вы возьмете курс, ну, вообще определитесь с тем, что вам, ну, что вы хотите от, собственно, психолога, потому что, ну, вот, пока что, да, вот, на данный момент вообще не понятно, вообще не понятно, что вы хотите, что вам нужно, из чего вы ожидаете от психолога, какой помощи вы хотите, да, если вы пишете, что, вот, я ничего не хочу, ничего не хочу делать, мне ничего не интересно, и тут же вы, тут же вы пишете о том, что, а что мне делать. Так если вы ничего не хотите делать, то, наверное, вы не будете ничего делать для перемен, разве нет, разве нет, разве никак, это вопрос, который уже заранее предполагает некую такую игру, игру психологическую, да, вот. Разве бы я с вами в эту игру играть, ну, не хотелось бы, никак. Так, я не могу ничего делать, заставить себя что-то сделать, я боюсь, что что-то не произойти, у меня всегда паника и страх, по крайней мере, нервность раздражена. Ну, я полагаю, что здесь идет речь о эмоциональном состоянии, в таком, ну, в таком эмоциональном состоянии, постоянно, раздраженном, да, не в безопасности, да, вот, постоянная тревога, вот, я полагаю, что момент здесь, в этом, не знаю, работать с эмоциональным интеллектом, вот. Это вполне реально сделать, то есть вполне реально поработать с эмоциональным интеллектом, вот. Вы для начала сами прочтите книгу, она называется «Практикум по гистальтерапии» Фредерика Первого, вот. Это поможет вам сделать такие, скажем, скажем, первые шаги, вот, в этом направлении. А дальше, я думаю, что вы уже сами увидите, как обстоят дела. Вот, это вы увидите свои желания, вы увидите свои чувства несколько лучше. Вот, просто сейчас вам нужна помощь в этом. Я не знаю, будете ли вы консультироваться, да, собираетесь ли вы работать с кем-то, с психологом. Вот, но это вот такой момент. Вот, в принципе, на этом всё. Я думаю, что на этом можно закончить. Пока что этого достаточно будет вам для получения такой общей картины. Вот, в психологии всё индивидуально, в профессиональной психологии всё индивидуально. Вот, поэтому идеально было бы, если бы вы обратились к психологу, да, приватно и поработали бы с ним. Вот, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.